Это по следам сегодняшней акварели, которую я делал. Честно сказать, она мне не очень понравилась. Ну, собственно, этюд, он и есть. Я там многое понял, пока делал про себя, про выбранную технику и так далее. Ну и возникает желание как-то это все сделать может быть иначе. Самый большой и сложный вопрос обычно это поиск необходимого, нужного материала, скажем так, чтобы максимально получить, скажем так, удовлетворение от работы. А удовлетворение от работы получаешь, когда находишь правильное решение. Вот, правильное решение получения эстетического, скажем так, результата. Каждый раз решение эстетической задачи. Вот как шахматисты, как я знаю математики. Вот у меня был знакомый, старичок такой уже, еще из дореволюционных времен, инженер, еще старый, 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 в закалке. Он в старости, у него было, ну как бы, хобби, это хобби-то назвать трудно, поскольку это была его, можно сказать, профессия. Он сидел и решал алгебраические, там тригонометрические, интегральные, какие там еще задачи есть в высшей математике. Ну и в том числе даже простые. Я к нему часто приходил, он мне помогал решать школьные задачки. Вот. Я часто этим пользовался. На дом, когда задавали, я не знаю, как учиться сейчас, но тогда давали задания на дом, а ответов не было. В книжке ответов не было. И поэтому надо было принести на занятия решение, свое собственное. Так вот, я к нему заходил, и он мне решал это все достаточно легко. Точно так же в шахматы есть любители шахматных задач. Они их решают с большим удовольствием. Я тоже этим занимался. Но я больше люблю играть в реальные шахматы. Вот. Причем в быстрые. Ну, есть такой, скажем, жанр, да, как шахматы, шахматные задачи. И есть в этих шахматных задачах свой смысл. может быть, он непонятен, да, людям, несведущим. Так вот, рисование вот подобное, да, это решение эстетических задач. Я все время обещаю про них рассказывать подробнее, но на это нужно собраться. Этим нужно специально заняться, потому что я же все время делаю эти записи экспромтом. Вот. Какой-то... Что? Какой-то. Продолжение следует... 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 С другой стороны, есть в этом большое неудобство, неделикатность, ну не знаю. Я бы, наверное, прежде чем подойти, тысячу раз бы подумал, три раза бы извинился, два раза спросил разрешения бы, хотя спрашивать разрешение тоже как бы. Вот сидит человек, занимается, с кем-то разговаривает. Кстати, это действие очень похоже на разговор, ну когда по мобильнику кто-то разговаривает, сейчас все разговаривают громко по мобильнику, к этому мы уже привыкли, к этой неделикатности, по сути дела. Ну что делать? Цивилизация диктует. Так вот, разговаривает человек по мобильнику, а вы к нему подойдите, встаньте и начните слушать, что он там говорит. Вот была такая же ситуация, правда? То есть я тут разговариваю, что-то кому-то говорю, ну в данном случае вот на видео это пишу. Однако человек подходит, стоит и смотрит, то есть слушает. Что я тут говорю? Мне, естественно, говорить неудобно. Ручка не пишет кверх ногами, да? В отличие от карандаша. А карандаш пишет... Вообще я очень люблю карандаш, но почему-то все время его, так сказать, предаю. У меня почему-то тянет вот на этот жидкий материал. Ну, я не почему-то, я знаю почему, я могу это все объяснить. Просто потому, что в нем очень богатые, интересные акварельные возможности. Причем перехода в дальнейшем на акварель. Вот эти потеки. Ну, тут какая-то несуразная крыша сделана. Так, вот здесь это я лишнее нарисовал, на что делать? Да, вот тут вот, над этой, что там за крыша такая, она какая-то непонятная. Нарисуем ее прямую. Да? Так вот. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Ну так вот, продолжаем разговор. Ну, в какой-то мере, так, варенье меня не совсем удовлетворило. Я, надо сказать, перетемнил сильно. Это моя беда. Я часто делаю темнее, чем надо. Более насыщенными, более темными, более контрастными. Я все время себя пытаюсь заставить делать работы легкие. Я, надо сказать, что это такое. Я, надо сказать, что это такое. а не получается почему-то все время меня тянет затемнять это касается рисунка это касается акварелей вот мы сейчас сюда будем белые вводить поэтому я смело зачерню эти окна а переклеты я у них сделаю белым наверное надо взять ручку все-таки эту шариковая куда я и дела и не взял с собой нет вот она гелевая черная ручка потому что это в данном случае она на вертикальной нет не пишет гелевая все-таки будет должна по крайней мере так здесь такая она это белая потом я забилю так 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 здесь проведу полоски здесь так ну надо черные елки или можно сейчас взять здесь вообще надо ли раскрашивать вот тоже вопрос тоже вопрос интересный тут куча елок и мощная мощная вот это вот но будем мы ее делать цвет расплывчатый нет не знаю всегда хочется сделать расплывчатой водой то есть растекающейся но этим нельзя этим нельзя ну короче этого делать много нельзя как это называется этим нельзя все забыл переусердствовать нет не переусердствовать другое слово все сколероз у меня этим нельзя этим нельзя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я раньше заправлял еще чернилами для принтеров Но последнее время, ну, мне, может быть, такие попадаются Они с каким-то синим оттенком, мне не нравится синий оттенок А вот черные чернила, которые продаются для авторучек, обычные, которые недорогие Они нейтральные Вот здесь елки будем рисовать Здесь вот много черного Если я здесь сделаю черное, надо ли это, не знаю Вот, ей-богу, не знаю А здесь же березки такие Ну, я березки уж рисовать и вырисовывать не буду Там листва очень темные, прямо черные практически Я сейчас сделаю этот черно-белый рисунок Ну, вот здесь вот елки Я, наверное, сделаю так Я все-таки их нарисую Но я имею в виду контуром Но контуром таким По воде Размытым контуром Здесь тоже вот есть эта самая ограда Так вот, елки у меня будут вот такие Я их не буду делать черными Потому что боюсь, что черного будет уже перебор А вот дать возможность поиграть вот этой вот Растекающейся черной линии Здесь бы пригодился пульверизатор Но у меня сейчас его нет под руками Вот еще один идет материться Ой, господи Ну, слушайте Вот как говорят у нас в городе Вот Что я могу сделать? Я им пасть их поганую заткнуть не могу А тут дети Ну, я тоже человек немолодой И вот это вот быдло Ну, а кто это? У нас тут разразился скандал С пресс-секретарем Администрации областной Ну, якобы она там где-то кого-то назвала В частном телефонном разговоре А вы знаете, я что-то как-то даже и поддерживаю ее Она сказала, что думала В своем частном разговоре Про вот этих вот Для меня люди, которые идут громко матеряться На всю улицу Ну, это подонки Это действительно быдло, хамло Ну, а как еще? Ну, и вот она, собственно, их примерно так и назвала Мне ее жалко, что на нее напали там По поводу Вот еще одна Да, 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 да Вот, да Слушаем вас Да, слушаем А сколько у вас, чтобы нарисовать, сколько стоит? А кого будем рисовать? Внучку и меня А где ваша внучка? А я могу показать фотку? Нет, ну, короче, 500 рублей За одну фотку, да? Да Понятно Это дорого? Ну, а в церкви платят всего лишь 150 рублей И что? В церкви платят всего лишь 150 рублей В церкви платят? Да, я в церкви работаю А-а А платят-то это в день? В день Понятно А у меня двое детей, еще третья беременная Да Ну, понятно А вы бы как хотели? За сколько нарисовать внучку у вас? Вот видите, нет Да, в церкви живу Понятно 150 рублей дают в день Я не знаю, что брать Понятно Поплю, поплю это Понятно А портреты красивые Да Сейчас в церкви платят Это как бы оправдание, что ли Получается Не знаю Ну Самое-то интересное От женщины Пахнет свежим Водочным Или каким-то Я не разбираюсь От нее За метр пахнет Она же поддатая Поэтому Поэтому все эти разговоры С пьяными Вот этими Любителями искусства И надоели И смешны И в общем Господи Ой-ой-ой Ну что Основу мы нарисовали Собственно А, да Я вот здесь ограду Хотел еще нарисовать Продолжение Должно быть Ограды Продолжение следует... Продолжение следует... Я много рисовал И бесплатно Ну что-то мне уже надоело Особенно Когда человек Подходит Спрашивает Фотку Нарисовать По чем Ну в смысле Даже она имеет ввиду Не с фотки А именно Ну она так называет Портрет Фоткой Им без разницы же там Что это Фотка Графика И вот Что я буду Таким ценителем Да Подарки делать Она ее возьмет Эту фотку Как она называет И свернет В четверо И понесет Внучке показывать У нас Я еще готов Это сделать Бесплатно Для людей Которые действительно Может быть Не имеют денег Но Очень Трепетно К этому Относятся Там я помню Вот этот Да даже если Его там и нет Такого Более Насыщенный Декор У этой Вот Ну вот Собственно Наверное И все Надо признаться Скотти У меня Получаются Лучше Сейчас я ее Сфотографирую А потом Можно будет И подкрасить Тут еще Полоски Тут еще Какой-то Декор Орнамент Но это Должно Быть По-белому Я не хочу Сюда Вводить Белило Я имею Ввиду Краску А заменю Это Белым Пастельным Карандашом Почему Не знаю Потом Объясню Дело в том Что Белило Кроющее Мне кажется Даже Менее Органичный Вот Этому Акварельному Такому Языку Который У Этой Линии С черным Пятном Вот У меня Такое Ощущение Что Пастель Органичнее Не знаю Может Я не прав Может Это Зависит Еще От Краски Может Быть Не знаю Ну Мне Сейчас Неохота Доставать Даже Акварель Там С белилами А Белый Пастельный Карандаш Под Руками А Да Надо Было Уж Покрасить Тогда Да Нет Придется Доставать Акварель Потому Что Тут же Я же Хотел Это Все Покрасить Но Сейчас Достану Ну Вот Начинается То Что Я Собственно Критиковал Ну Для Скетча Это Наверное И Сгодится То Что Я Называл Это Не Акварель А Картинки Раскрасть Сам Ну Скетч Он И Есть Скетч То Подкрашенный Контурный Подкрашенный Акварелью Контурный Рисунок Рисунок ну что зеленые будем водить тут у нас зеленые заменяется вот этот то надо наверное да он же такой какой-то изумрудный голубоватый и и и и и и и и Ну, здесь белая, но я ее уведу тоже в голубоватую, чтобы отделить от этого. Пусть он будет вот таким. Здесь он, насколько я помню, желтый, не желтый, а крыша-то вот эта вот, она такая зеленая. Ну, надо ли мне вторить какой-то вот, зачастую, может быть, даже не суразной раскраски, не знаю. А эта белая, а вот теперь загадка, надо ли это белилами красить или не надо. Ну, тут тоже зелень, в общем-то. Ну, надо, теперь будет, коль уж я начал зеленым красить, ну, по крайней мере, лужайку я нарисую. Там кусты, 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 кусты. И такая солнечная, да, вот такая вот, жёлто-лимонная полянка. Ну вот я опять живописью занялся, чёрт побери. Главное, вот, обратите внимание, я себе даю установку такую, не переходить в реализм. Многим это непонятно, наверное, а я наоборот. Знаю, что многим оппонентам моим непонятно это желание. Так, тут как бы, да. А тут же пятна такие этого. Ну, придётся их чёрной краской сейчас испорчу кисть. Ой, сейчас испорчу. Ой, сейчас испорчу. Нет, не надо. Нет, не буду. Нет, нет, нет. Вот такая вот, да. Вот здесь хотел сделать. Нет, не надо. Зелёная вообще здесь всё. Зелёная. Ну, вот, ещё одна идёт любительница искусства. Ну, что, будем там белым красить? Не знаю. Вот здесь очень не хватает. Ну, видимо, придётся взять ресфедер с белым. Ничего другое не заменит. Я опять сейчас переусердствовал с чернотой. Ведь опять переусердствовал. Хоть и чёрные эти места, но меру надо знать. Ну, примерно так. И не знаю, «لушки. Вот и покрыт. Продолжение следует...